Всех приветствую, вы на канале CryptoCommons, и сегодня очень интересный и насыщенный выпуск, обязательно досмотрите до конца. Я заморочился, перевел для вас несколько англоязычных чуваков по аналитике, совершенно разный, как и short-term, ну, в ближайшей перспективе то, что будет в первом анализе, так и более long-term анализ, то есть такой долгосрок. И сразу хочу сказать, пока вы не разбежались, что это будет, в этом видео будет конкурс, и это будет первый конкурс на моем канале, с призовым небольшим фондом, не буду пока говорить, сколько и какой крипты, но скажу так, немножко какого-нибудь альткоина разыграю, скорее всего, будет Stellar или эфир, что-нибудь такое, то, что быстро и дешево можно переслать, ну и какая-то небольшая сумма, которая, скажем так, будет приятна, но такую сумму, скажем, вы с крана не накрутите даже за несколько месяцев, давайте так, но она будет небольшая, сразу говорю, типа там а-ля на пивко и чипсы. Вот, если вы заинтересовались, то все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал и написать любой комментарий под этим видео, вот, желательно хороший, конечно, но можно любой, в принципе, вы можете даже в комменте написать, какие монеты вам нравятся, вот, ну и да, и как бы в следующем видео мы просто рандомайзерим и выберем одного чувака, да, все, что вам нужно, это подписаться на канал в YouTube, на чат в Telegram по ссылке и дропнуть любой коммент, вот, мы выберем рандомно какого-то счастливчика, отправим ему небольшую, но приятную транзакцию в криптовалюте, вот, как бы, мы в следующем видео, я думаю, выберем и свяжемся с вами тогда, и чтобы узнать ваш кошелек, вот, так что проявляйте активность, обязательно ставьте лайки, колокольчики и пишите что-то в комментах, вот, и мы обязательно свяжемся с вами, если вы выиграете в этом конкурсе и будем стараться проводить эти конкурсы на регулярной основе. Ну а теперь поехали прямо к контенту, вот, первый чувак у нас это Team Underground, я недавно его сам узнал случайно, в YouTube предложил, на мой взгляд, очень крепкий анализ приводит, причем краткосрочного движения битка, так что быстро перевожу, режу и заливаю на YouTube, пока это не утратило актуальность. Погнали, смотрим, смотрите все анализы, а в конце будет от меня там эпилог с моим мнением, таким тру за блокчейн максимализм. Буду вам затирать, аргументируя, посмотрите тоже обязательно. Все, погнали. Чуваки, я собираюсь рассказать вам, как вот эти два паттерна могут потенциально предсказать следующее большое движение биткоина. И еще я расскажу вам, чуваки, почему вот эта белая трендовая линия собирается быть пробитой и когда мы ее пробьем, будет что-то, что мы потенциально еще не видели, никогда. Засмотрите это видео до конца, потому что здесь будет дохрена очень полезная информация, которую вам лучше не пропускать. Тим Underground перевел и озвучил фла-ла-ла специально для CryptoCommons. В последнем своем видео я говорил, что биток делает Double Bottom, двойное дно перед тем, как полететь дальше наверх. Ну, биток сделал двойное дно, вот здесь W, но потом, видите, оно как бы немножечко зафлетел, да, вот так вот еще такая. Оно, конечно, не было бы прекрасным или идеальным, паттерном двойного дна, но оно отыграло вполне нормально. Чуть позже, вот как вы видите, мы увидели неплохой памп наверх, очень даже неплохой. Ссылки, да, на всех оригиналов автора я оставлю на их Telegram и YouTube, но только единственное, они все на английском. Вы можете увидеть вот здесь силу двойного дна, вот здесь отыгранную и здесь тоже вы видите силу двойного дна. Она, конечно, не идеальная, но все равно существует и отыгрывается. Если честно, я думаю, двойное дно сейчас становится уже мемом на этом канале, но я как бы не тот чувак, кто делает графики, рисует графики, поэтому если биткоин продолжает делать двойное дно и после этого отыгрывать, то я продолжаю уделять этому внимание. Да, двойное дно – это что-то, о чем я часто говорю, и чаще всего это очень хорошо отыгрывает. Вот сейчас опять мы это видим. Вот, пошло движение наверх. Значит, что это нам говорит про будущее биткоина? Смотрите, значит ли это, что мы сейчас увидим to the moon или все-таки, что откатимся назад? В первую очередь, как вы видите, это восходящий клин. Да, и вы можете сказать, да, если вы знаете, что это очень-очень медвежья история, и мы должны упасть, потому что восходящий клин паттерн чаще всего пробивается вниз, да. И здесь вот мы видели тоже rising wedge, вот он тоже пробил вниз, видите, то есть у нас двойной восходящий клин, мы видим фрактальный, вот он первый пробил вниз, и сейчас этот тоже по аналогии, да, должен пробить вниз в коррекцию. И потенциально, да, мы смотрим на новую коррекцию вниз, но на самом деле, а я думаю, что это восходящий клин, который будет пробит наверх. И есть по несколько причин, почему я так думаю. Первая причина, потому что, смотрите, вот этот восходящий клин, он поднялся выше, чем предыдущий хай из предыдущего восходящего клина. Это мне говорит о том, что здесь очень сильный оптренд сейчас. И обычно, когда у вас медвежий восходящий клин, обычно он не поднимается выше предыдущего хая. Да, это выглядит больше, как будто хочет пробить наверх. И биток делал раньше что-то подобное, только как бы в зеркальном направлении. Смотрите, это 30-минутный таймфрейм. Но смотрите, что было в ноябре, массивный памп был огромный. Потом раз, биток нарисовал падающий клин, falling wedge pattern. И обычно, нормально этот паттерн пробивается наверх. И очень много народу тогда ждало, и я помню, все ожидали пробоя наверх и, ну, по теханализу. Но биток себя ведет очень хитро периодически. И мы видим, что биток пробил вниз этот нисходящий клин. И мы видим, что он пробил и улетел очень так хорошо вниз. Мы увидели массивный дамп, массивную коррекцию. И ушли ниже, чем предыдущий лоу. Так что это была очень большая коррекция, как вы видите. И, в общем, нисходящий клин, который обычно пробивает наверх, пробил вниз. Но когда, когда этот нисходящий клин пробивается вниз, это очень-очень медвежий сигнал. Вот самое важное, о чем здесь надо, на что обратить внимание, что здесь был очень массивный памп вначале. Всего за два дня он произошел. И здесь мы видим очень сильный массивный дамп, который тоже произошел всего за два дня примерно. И теперь мы видим, что биток отбивается и рисует восходящий клин. И мы видим вот эти похожести. Большой памп и потом нисходящий клин, большой дамп и потом восходящий клин. И все, очень многие видят этот восходящий клин. И что они думают? Они ожидают, о, сейчас биток уйдет на коррекцию и пойдет вниз. Да. И это будет продолжение вот этого дампа. Но, как мы видели в прошлый раз, это не то, что произошло. А произошло как раз совсем обратное. Да. И по идеологии он сейчас должен улететь на луну. Типа как здесь. Но здесь получается, что наоборот он пойдет не вниз, а вверх. Вот. Ну, какая-то такая история. Вот. И про тренд-лайн. Еще я вам хотел сказать про линию тренда. Я очень долго вел эту линию тренда. И по моей теории, сейчас это массивный фейк-аут, то есть ложный пробой. То есть, грубо говоря, мы провалились по эту линию тренда и сейчас очень быстро должны восстановиться и от нее отскочить. Тогда это будет подтверждение, что это медвежья ловушка. И тогда мы потенциально смотрим, что это был паттерн двойное дно с медвежьей ловушкой в конце. Двойное дно – это мои любимые паттерны, но двойное дно с медвежьей ловушкой – это вообще мой самый любимый паттерн. Это самый бычий паттерн, который только можно представить, в моем мнении. И когда эти паттерны я вижу, они много-много раз отрабатывают идеально. И здесь он отработал, вот и здесь, если вы посмотрите в фрактальном варианте, это тоже мини паттерны двойное дно с медвежьей ловушкой в конце, видите? То есть, в чем фишка, что это двойное дно, но второе дно как бы еще ниже, с резкой соплей вниз, типа все, дамп как бы выбивает стопы. В итоге это отыгрывает обратно, как мячик из-под воды выскакивает. В общем, это все огромное двойное дно с медвежьей ловушкой, засадить всех и выбить стопы. Поэтому вот я верю в то, что такой сценарий сейчас очень-очень даже вероятен. Это мое мнение, я не даю финансовых советов, я просто рандомный чувак из интернета, но я так сам считаю и верю, что биток в ближайшие дни улетит в космос. И, конечно, важно не забывать, что все-таки биток может быть медвежий, я могу ошибаться. И тогда мы должны посмотреть и убедиться в том, что биток начнет флотить и уйдет в сайдвейс и все-таки пробьет вот эту трендовую. Идет вниз, то все как бы отменяется двойное дно с медвежьей ловушкой. Но я верю все-таки, что вот будет все так, как я вам сказал. Да, и мы улетим на луну, на луну, на луну. Вот. В общем, это вкратце аналитика этого чувачка. Принципак следующий. Санни Декри, поехали. Халвинг биткоина уже произойдет буквально примерно через 36 дней. И в этом эпизоде мы посмотрим на прошлое и как биток отыгрывал свои перед халвингами предыдущими. И что мы можем ожидать сейчас в 2020 с ценой биткоина в преддверии халвинга. Также, верите или нет, но это факт, на гугл трендах поиск биткоин халвинг начинает ту зимунись. Вот, посмотрите график. И давайте обсудим, когда настоящая фома начнется, мейнстримовая фома, и как это может сказаться на цене битка. Еще посмотрим на разных таймфреймов, как вы уже, наверное, заметили, биток вышел из этого треугольника. Да, подписывайтесь на Санни, ставьте ему лайки, все дела, типа того. И на меня тоже подписывайтесь. Так, что поделать, он будет говорить или как? Да, смотрим на макро-таймфреймах, что делал биток за предыдущие халвинги. Вот эти пунктирные линии — это халвинги. Да, я надеюсь, все понимают, что такое халвинги. Если не понимаете, почитайте в Википедии, но в целом это уполовинение награды майнерам, которая вот-вот произойдет через месяц, и майнеры начнут в два раза меньше получать сразу. То есть, грубо говоря, по этой логике, по Stock to Flow, опять же, цена битка должна подскочить минимум вдвое, чтобы майнеры не ушли без убыток. А обычно она подскакивала в десятки и в сотни раз после халвинга. Смотрим Санни. А теперь мы углубляемся в предыдущие графики и смотрим конкретно, что было за 36 дней до халвинга, до двух предыдущих халвингов. Смотрим, что было в ноябре 2012-го, перед первым халвингом. Вот мы видим, что был дамп тоже сильный, и меряем линеечкой, какие были гейны. Здесь мы видим, что примерно 4,5%, процента, 4,41% за 36 дней было, от дампа до халвинга. Ну, дальше вы, наверное, многие знаете, что было после халвинга, потому что после каждого халвинга биток просто начинал дико туземунить. Очень быстро и очень сильно. Но мы интересуемся, что было именно перед халвингом. Окей, гейн примерно 4,5% был. Теперь мы уже смотрим 2016-й. Тоже считаем 36 дней. Считаем 36 дней и смотрим, что у нас было примерно 13%, 13,5%. То есть 4,5% первый раз, а второй раз 13,5%. Но, правда, после халвинга цена улетела немножечко вниз, но это был ложник, как мы видим. Но дальше мы полетели через месяц на Луну и уже дали 20 сексов после флеш-крэша. Ну, что мы сейчас делаем? Мы пытаемся, как бы, оставаться реалистичными в этой ситуации и примерно среднюю, и берем среднюю историю от 4,5% и 13% на сегодняшнюю ситуацию и поймем. И вот у нас 36 дней, и это будет прайс-гейн, ну, увеличение цены примерно на нынешнюю ситуацию. Это будет усиление цены примерно на 9%. Конечно же, это не Moonboy Prediction. Да, напишите свое мнение в комментах, и у меня на канале, я у Сани, если вы по-английски умеете. Что вы думаете в целом будет с халвингом? Ну, короче, вот так вот Сани рассказал. Тут тоже я пока зарежусь. Ну, вот про Google Trends. Да, и про Google Trends. Видите, что реально people гуглит именно Bitcoin halving. Но гуглит именно не Bitcoin, не Buy Bitcoin. Хотя Buy Bitcoin тоже, кстати, от себя добавлю, тоже гуглит начали больше. Посмотрите Google Trends. Но Bitcoin halving, еще надо понимать, что гуглит не только новые юзеры, но и те, кто уже давно сюда залетел и по 20к еще брал, там, в семнадцатом. И они тоже гуглит, халвинг, халвинг, ну, в надежде, видимо, на хоть что-то. Или майнеры, там, нет, майнеры-то знают, когда халвин. В общем-то, тоже пока непонятно, о чем нам это говорит. Но, вкратце, вот такая вот история. Так, еще один чувачок замечательный, Бенджамин Коуэн. Офигительный чувак. Макро-тренд, анализ, криптоверс, канал, все ссылки в описании. Подписывайтесь на него, учите английский. Технически английский. На самом деле, те, кто говорят мне, что они не понимают English, это все херня, чуваки. Там все те же самые слова. Я их сам говорю так же, склоняю. Technical, analysis, up, down, short, long, buy, sell, господи, ну, блин. Bitcoin, Ethereum. Только у нас Bitcoin говорят, а там Bitcoin. У нас вообще Beacon говорят, еще и Zephyr, ну. Вот, и там все очень просто. То есть, liquidation, ликвидация. Блин, я уже вам говорил сто раз. Margin, маржа, там, плечо, leverage, правда. Вот вам хороший повод начать учить язык. Смотрите видосы на английском. Вот на что мы смотрим, это хешрейт биткоина в терахешах в секунду, да, то есть против времени. И заметьте, что это логарифмический график. Я не объясняю это в каждом видео, но сейчас я скажу, что логарифмический график, это имеется в виду, что здесь мы видим, что 10 в четвертый, здесь уже 10 в пятый, 10 в шестой, 10 в седьмой, то есть каждая, каждая эта штука, это 10x. Это не линейный график. И что мы видим, что хешрейт, он постоянно растет, но, но он не растет с такой же скоростью, как он рост, грубо говоря, то есть он постоянно делает level off, то есть замедляет, как бы, свой рост экспоненциальный. И вот, что мы делаем, мы накладываем на эту цену биткоина, и теперь мы можем сравнить, что же делает цена биткоина со временем параллельно графику хешрейта. Смотрим. И вы можете заметить, что когда хешрейт в первом цикле, когда он повышался в первом рыночном цикле, то он, он все равно продолжал возвышаться, даже после первого пика сильного, как мы видим. Эта цена пошла вниз. Хешрейт стал чуть-чуть понижаться, конечно, но в целом удержал, но в итоге он не сильно понизился и выдержался, пофлетил и стал опять повышаться к следующему bull market, к следующему бычьему рынку. И опять мы видим здесь, что после следующего пика, он продолжал, он еще после пика продолжал увеличиваться, но потом немножечко зафлетил и даже не уменьшался, если вы видите. То есть майнеры не отключались с падением цены. И потом он продолжал еще больше повышаться и начался, и положил начал третьему бычьему рынку. И что мы хотим заметить, что каждый цикл, который у нас есть, хешрейт так не увеличивается сильно, как раньше. И биткоин тоже, цена тоже здесь на алгоритмическом графике соответственно. Давайте попробуем экстраполировать эту ситуацию. Это, конечно, не всегда хорошо пытаться предсказать будущее по прошлому, это не всегда отрабатывает, но периодически все-таки рыночные циклы, они похожи, и мы что-то можем из этого выяснить. И вот мы видим здесь углы, что... Ну и дальше я немножечко ускорю, своими словами скажу, что вот Челик рисует прекрасно вот так вот угол наклона, который постоянно понижается, да, то есть 10-7, вот 10-4, 10-3, и как бы... И вот мы видим такую логарифмическую некую последовательность. И мы можем, получается, ожидать что-то примерно вот такого сейчас, вот то, что я нарисовал, вот такой скорости движения этого тренда, то есть замедляющийся тренд. Так что я не думаю, что цена биткоина прям так сильно будет этих циклов уважать, но я думаю, что график хешрейта будет ближе вот к этой линии двигаться, потому что хешрейт, он достаточно стабильно себя ведет по кривой логарифме. Да, но это может занять больше-больше времени. Теперь смотрите, какая тема. Вот я нарисовал линию со дна прям наверх первого, линию первого тренда как бы повышения хешрейта и цены. Потом нарисовал, потом нарисовал вторую, вот пунктирную третью, то есть это как бы силы замедления, вот эти лучи получаются у нас, да, движения. И дальше мы переходим к рыночным циклам, и вот тут важный момент. Сразу видно, да, что чувак инженер, посмотрите какой подход, не иксы там ловить на марджине в 100x там, а сидит конкретно, как физик, да, математик, все это вот выясняет. Здесь мне просто лень переводить уже его технический English. Вы все видите на экране, как бы сразу хочется человеку доверять. Так, сейчас будет важный момент, сейчас я вам обереду. Вот. Соответственно, вот последнее, что мы смотрим, это цена биткоина против хешрейта в цветном кодировании времени. То есть, что это значит? У нас, смотрите, синяя, это у нас получается 2009, а красная, это 2019. И мы видим, что первый цикл, он досюда был, следующий цикл мы видим, что уже не так круто набрал. И третий цикл тоже, видите, продолжит такую же херню с уменьшением, как бы, размаха экспоненты. Вот что. И поэтому, что можно здесь попробовать предсказать, что будет примерно вот такая вот штука, вот, к следующему пику пузыря. Как-то так. Еще есть у него прикольный видос, сейчас я посмотрю, это он или нет. Вот, здесь главная идея, это видео в том, как вы можете купить биткоин с минимальным риском. И мы попробуем сейчас прикинуть, где были реальные пузыри, найти места, где исторически было отличное время, чтобы заходить в биткоин. И вот такие синие моменты, как вы поняли, это как раз лучшее время покупать, то есть риск буквально нулевой. И вот мы в логарифмическом графике, иксы против времени, мы видим, да, и вот этот цвет, это цвет риска, то есть один это, если это синий, ноль, то это очень низкий риск. Если это темно-красный, то это очень высокий риск. Ну и вот мы видим, собственно, все наглядно, что здесь можно даже не переводить, что он говорит, мы видим с вами, что сейчас мы находимся в синей зоне, она может, конечно, какое-то время продолжаться, но в ней аккумулировать очень даже целесообразно. Если мы верим в продолжение булрана, а не в скам битка, то сейчас то время, когда как раз стоит аккумулировать лонги. Соответственно, шорты, ну такие глобальные шорты, то есть тупо продавать уже накопления, имеет смысл уже в конце желто-оранжевого как бы, ну и красного в идеале. Вот на оранжевом, на красном надо продавать. Вот че. И вот мы видим, вот я еще наложил эти риски вот таким образом на график, и мы видим здесь, да, тоже, что как эти пики рисков, когда происходят, после них начинается медвежий рынок, видите. И сейчас у нас далеко не пик риска, у нас сейчас скорее пик без риска уже, вот, может быть еще, конечно, уйти ближе к нулю, но к нулю, вот как мы видим, почти никогда не уходил, вот ноль был здесь у него только в 2015 на мегадампе. Кстати, да, странно, что сейчас мы, если на самом деле вы посмотрите, то сейчас мы не так низко, как были в первые два, до холдинга еще, до первых двух холдингов, вот эти пики. Ладно, так, а вот тут вообще видно хорошо все, что когда риск идет вниз, цена идет тоже вниз, и когда риск идет наверх, цена идет в пузырь тоже. Ну вот такие вот истории, вот эту статью об этом накатал, вот такая тема, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Так, ну и тут тоже еще вот интересный момент, можно глянуть, что, видите, мы все-таки отбились от, как бы, у нас всю дорогу битка 200 дневка была поддержкой, вот эта белая, ой, 200 недельная скользящая средняя белая линия была ультимативной поддержкой, как мы видим, но на самом деле мы ее прокалывали периодически, посмотрите, вот назад, там тоже видно, что мы ее прокалывали перед первым, перед вторым холдингом, как раз, видите, и сразу отскакивали обратно, то есть ложный пробой. Сейчас очень похоже на то же самое, вот мы ее удержали, ну то есть мы ее ложно прокололи и уже вернулись назад, и сейчас мы ее должны удержать, как ультимативную поддержку. Вот такая вот идея. Так, ладно, самый крутой видос не нашел, что еще можно перевести тут? Так, вот что говорит Николас Мертон с канала DataDash. Вот у него тут нарисован холдинг-эвент, и вот, да, чуваки, я думаю, что вот у нас холдинг-эвент, и я думаю, что мы сейчас к нему еще сильнее подрастем, а потом увидим распродажу после холдинга на хайпе, чтобы разошлись все зеваки, и в моем обе стратегии, комичье все разбежалось. Ну и все, а дальше мы полетим к за монт. Вот у нас циклы, вот здесь вот видно, вот на этом канале, очень хорошо, что мы сейчас находимся в его низу, видите, вот этот канал эгорифмический. По здоровой логике и по сток туфлоу мы сейчас внизу этого канала, где надо аккумулировать, и на следующем пузыре, пике пузыря, мы будем как бы вверху этого канала. Мы видим, да, что сейчас у нас дно этого канала уже вот в районе 6 тысяч долларов, но таким же образом мы видим, что у нас году в 2023-2024 дно этого канала будет 25 тысяч долларов. Соответственно, также в 2023 у нас верх этого канала будет уже 160 тысяч долларов, мы видим, да, и 2024, ну да, чуть меньше, 100, где-то 100 тысяч долларов, 100 с чем-то. Карл, у Карла мы берем, у Карла мы крадем кораллы, ладно, шучу, Карл Клара украл кораллы, вот, Карл с канала The Moon сказал, что много чего сказал, почти все то же самое, что я вам уже переводил с других каналов, поэтому мы у него ценим концовочку видео только, чтобы все это уложить, более-менее вы не заскучали. Ну а по Карлу тут такой угар, смотрите, вот Helperbit есть Twitter, которые помогают сохранить итальянские жизни и защищают от коронавируса, вот, видите, анонимные BTC-доноры по всему миру гордятся этим. Короче говоря, битками нас собирали вон уже кучу средств, помогают от коровы вирусов. Ну, прикольный пиар, битка, чего можно сказать, вот они, видите, стоят чувачки с кваркодами, хотите тоже отправьте, если вы сегодня сорвали, допустим, 500 иксов где-нибудь на BitMix, выводите их скорее, пока не просрали, отправьте часть ребятам, а часть можете мне отправить за то, что я для вас стараюсь делать переводы, вот, ну можете не отправлять, поддержите лайком подпиской. Так, ну че, и вот еще важную тему Карл задвинул, смотрите, китовые алерты, китовое оповещение, канал в Twitter, и мы видим, что кто-то посылает огромное количество битков, не пойми куда, вот, кто-то послал 6 часов назад, 50 тысяч битков, это 367 миллионов долларов сейчас, и сразу же, буквально чуть-чуть, еще 50 тысяч битков, и потом еще 50 тысяч битков, короче, и самый, конечно, прикол, что комиссии за эти транзакции просто неимоверно, смешно, комиссии за эти самые транзакции, просто неимоверно смешные комиссии, я вам показывал уже много раз, не буду сейчас сказать, но они реально там, типа, меньше доллара, там, ноль-ноль сколько-то центов, поэтому вот люди и корпорации, да, начнут понимать ценность биткоина, уже начинают понимать, да и на самом деле они скупают сейчас, институционалы уже скупают, усредняются у вас, когда вы будете продавать все по вот сейчас, там, или ниже, если дадут, они все у вас скупят и опять оставят с носом, вы потом у них же будете покупать все это в 10 раз дороже, вот, так что вот такая вот история, не забывайте подписываться на все эти каналы, ставьте лайки и Карлу, и мне, и даже ставьте дизлайки, комментируйте, срите в чатах, обязательно это очень помогает развитию канала нашего и вообще всего этого крипто сообщества, вот, что еще хотел, да, еще хочу обратить ваше внимание от себя на график безработицы, он сейчас самый To The Moon, вот он, посмотрите, график безработицы To The Moon, как вы видите, а вот посмотрите еще на покупную способность доллара за 20 век и за 21, напоминает чем-то график Ripple, правда, здесь, правда, он до 2013 только года, но не суть, напоминает график Ripple, да, поэтому, как бы, не забывайте, что это мы смотрим все на график битка в долларе, как бы, и он, нам кажется, что, вау, круто To The Moon, на самом-то деле, нет, представьте, давайте все считать в BTC, давайте вот посерьезки, чуваки, и мы увидим, что биток-то один к одному всегда стоит, а вот доллар, получается, падает постоянно, то есть посмотрите инверсный график не битка в долларах, а доллара в битке, и вы поймете, что доллар очень плачевно себя чувствует, то есть он реально очень сильно падает, и вот этот график тоже это напоминает об этом, поэтому, что, ну, думайте своей головой, но пока биткоин показывает себя как очень крутая штука, и вы должны понимать, почему, да, потому что, вот еще раз, правила биткоина, чуваки, давайте поймем, что нет конфискации, да, то есть у вас невозможно конфисковать ваши битки, если вы их правильно держите на холодном кошельке с приватным ключом, все, только вы сами у себя их можете конфисковать, если забудете приватку. Нет цензуры, да, то есть цензура устойчивость, то есть никто не может вам запретить распоряжаться своими средствами в любом объеме так, как вам это нужно, то есть там даже если вы хотите там условно терроризм фонсировать в кавычках, да, я сейчас двумя пальцами делаю вот так вот пис, вы понимаете, о чем я, да, как все прикрываются, чем банки все могут вам блочить транзакции, даже рипл может блочить ваши транзакции, и любой, в принципе, блокчейн централизованный тоже может откатить и заблочить вас, любая биржа может вам заблочить аккаунт, но именно конкретно биткоин-сеть, которая вот непосредственно первый лэйр, да, первый слой, то есть она работает как сеть торрентов, вы можете понять, вот как торренты работают, да, сколько их уже блочат лет, вспомните, грозят, хрена не заблочат, пока все компы в сети их как бы майнят, грубо говоря, ну то есть передают друг другу эти данные, пиринговая сеть, пир-то-пир, все, пока даже два компа в сети останутся, мы будем друг другу передавать эти торренты, то же самое биткоины, только они имеют еще ценность, да, ценность как бы рисуют нам биржи, понятно, они могут нарисовать нам такое тузе дно, что, блин, маму не покажется, да, что до нуля долларов могут нам нарисовать дамп, ну и хуй с ними, нам-то наша задача с вами сказать, да пошли вы нахуй эти доллары, извините, считать все в долларах, все, мы считаемся в битках, то есть наша задача с вами будет понимать, что вот я Вася, ты Петя, давай я тебе отправляю 100 тысяч сатоши, а ты мне там, условно, 10 килограмм картошки, там, а если дорого сатоши, там, долго ждать майнеров, пока подтвердит транзакции, дорогая комиссия, то есть уже давно Lightning Network, там, да, над слои всякие, потом опять же альткоины проверенные, как эфир, там, тот же, там, стеллар какой-нибудь, трон, где вообще без комиссии за три секунды просто, чух, мы пересылаем друг другу средства, все, и никто не может у нас еще раз, смотрим правила биткоин, ну и основной крипты, не конфисковать, не цензурировать, ну вот, подходим к третьему правилу, третье правило, нет инфляции, то есть дефляции, скорее, наоборот, то есть пока в мире печатают триллионы этих долларов и крадут, получается, покупную способность из предыдущих, биток, наоборот, становится более редкий актив, и все больше, все больше, больше хотят его заиметь, но все сложнее это сделать, и вот, ну и четвертое правило, самое главное, любой желающий может убедиться в правдоподобности в работе первых трех правил, вот, поэтому о чем тут дальше говорить, все и так, черным по белому писано, вот, и что? Так, ну и пилог, видимо, заключительная история, от себя могу добавить немножко, ребята, вот я все, что, не все, конечно, далеко, часть того, что я хотел вам сейчас перевел, но думаю, пока на этом остановиться, чтобы актуальность не успела потеряться, так как там не все анализы были, скажем так, долгосрочные, были и краткосрочные, в том числе первые, чтобы успели их посмотреть и принять решение, так, конечно, не финансовый совет, то есть там, как бы, да, сейчас впрыгивать на всю котлету в лонг или в шорт будет глупо, но подумать, что можно сделать, да, и, ну и самое главное, да, что я хотел сказать, естественно, что вот они, партнерочки, поскольку сейчас меня больше всего поддерживаете именно используя их, не стесняйтесь, используйте их, все биржи лично проверенные, сейчас долго не буду, но вкратце могу описать, в чем фишка каждой, отдельное видео по этому сделаю, Femex, это фьючерсная платформа, там можно делать мульти-аккаунты, заводить туда BTC, торговать биткоином, чейнлинком, тезосом и даже золотом, а, ну эфиром, риплом, понятно, и золотом к доллару есть у них контракты, и можно делать мульти-аккаунты, чтобы, грубо говоря, хеджироваться, там и шорт, и лонг, допустим, в одном аккаунте вы можете завести, там, 2-3, на одном шортить, на другом лонговать, очень удобно. Bybit, да, это сейчас лучшая альтернатива, на самом деле, BitMix, BitMix потихонечку скамится, как бы, там, жалуются на него, что ордера не исполняются, да, там, много чего там. Аккаунты блочат там некоторые, если там случайно вы через американские IP зайдете, вам могут заблочить аккаунт как Toneways, да, там, а если вы через торс идите, то вообще вы можете рандомно, проверяйте всегда через торс, через какую IP-локейшн вы заходите, иначе могут забанить. На Bybit и на Femex сказали, что этого делать не будут, то есть даже если вы через Америку подключаетесь, вы можете торговать. На Bybit в чем прикол, что там вы можете и в битке, и в эфире, и в рипле, и в эусе держать прям баланс, и на них же торговать, то есть вы будете получать профит, допустим, на эфир в эфире, то есть на BitMix такого нет, там все в битке, да, расчеты, вот и вывод. Вот, на Bybit, допустим, да, мне нравится держать эфирку, там, рипл, ими приторговать. Ну, Binance понятно, да, это уже как бы все стало биржей номер один, тоже по моей партнерке. Там пока кикбэка нет, но я сейчас как-то собираю необходимую сумму BNB, я сделаю вам кикбэк 20%, обратно ваших всех комиссий будет возвращаться, так что регайтесь. Вот, ну и DUDEX еще хочу выделить тем, что я уже много раз говорил в видосах, кто не слышал. Это для тех, кто часто выводит интродэй скальпит, там, короче, вывод стоит всего 10 тысяч сатоши. Правда, пока всего один контракт BTC и USD, но они добавляют еще скоро USDT, бессрочный, то есть где можно в тизеры держать, для шортил особенно, и еще какие-то пары тоже добавят. В общем, это единственная фьючерсная биржа, где вывод реально бесплатный, считай, то есть 10 тысяч сатоши, это чисто майнером, чтобы они обработали транзу. Три раза в день вывод, как и на Bybit, и три раза в день тоже. На BitMix всего один раз в день. Короче, вот лично рекомендую вот эти сейчас биржи, да, ну вот эти, вот эту. Ну, Финик, понятно, но я на самом деле им не пользуюсь, я в Финике только стакан смотрю. Полоникс тоже вроде как ребрендинг сейчас произошел, там есть интересные фичи. Если вы только начинаете марджин трейдинг, не лезьте во фьючерсы, в Bybit, в BitMix, лезьте лучше-то в Binance, там плечо 3.5 дают, и то это опасно, если вы только начинаете, берите второе, там третье максимум. На Полоникс вообще всего 2.5 плечо. Вот. Но если вы уже врубаетесь, что делаете, то лезьте на фьючи, аккуратненько-аккуратненько там усредняйтесь. Ну, в общем, как-то так, да, резюмирую по-быстрому. Все ссылочки в описании лично проверены, лично мной используются. Для хранения использую кошелек Exodus, классный, приватные ключи не хранит, то есть вы их храните сами, мультивалютный, там куча монет, и обмен без KYC, шейпшифт встроен, то есть меняйте, что хотите, размывайте следы. Правда, там берут за это конский процент где-то за операцию, но это же не для трейдинга, это так, если вам там раз в месяц поменять надо, биток на эфир там, то не вопрос. Вот рабочие обменники, кто из России, FastChange я пользую вообще замечательно, там тоже и партнерочка есть, поэтому по моим ссылочкам и его зайти. Мониторинги, аналитика. Brave Browser, кто еще не поставил, обязательно рекомендую, вот он у меня стоит. Никакой рекламы, все блочится, потом Basic Attention токены приходят. Вот, я только недавно вывел, все задонетил, и опять пришло вот за рекламу. Ну, короче, есть в нем своя фишка. Вот у меня, смотрите, на YouTube сейчас 19 заблоченных трекеров, то есть отслежку всякую, рекламу и прочую херню. Вот, так что да, такие вот дела. Если все-таки кто-то надумает скинуть донейшн, я очень буду благодарен, потому что лишним не будет сейчас в условиях кризиса. Вот мои кошельки, BTC, эфир. Вот, если же вас наоборот ликвиднуло, и у вас нету крипты, тоже все понимаю. Да, вот и связи. Пишите обязательно, вообще понравился ли вам такой формат. Переводить ли дальше зарубежных чувачков, не переводить ли. Что вообще делать. Не забудьте написать, какая монета ваша любимая, какую бы вы хотели получить в конкурсе. А я вам обещаю, что я к следующему разу это сделаю. Сейв. Ну и все, на связи. Йо-йо-йо. С вами был Фла-Ла-Ла, Ака Гринни Джо, Ака I Think So. Также Фла-Ла-Ла-Музыкант. Не забывайте подписываться на музыкальный канал, что он сейчас сверху будет вам предложен. Правда, я его уже заморозил, года три, как ничего с ним не делал. Но там какие-то старые видосы прикольные, можете посмотреть, как мы играем. Вот, музончик такой, альтернативный достаточно. Вот, собираюсь его размораживать. Сейчас этот канал на новом был ранее. Писать новый материал. Так что, если вам интересно, добавляйтесь. Ну и все-все-все. Йо-йо-йо. Пис. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!